Анастасия Коваленкова «А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?» «Всех», — ответил арестант, — «злых людей нет на свете». Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита» Тому, кто слушает эту книгу Повесть эта началась 47 лет назад, тогда, когда мне было 6 лет, в те дни, когда я, маленькая, ощутила круглый уют моей родины, в то время, когда я почувствовала себя под защитой хороших людей. Это было в деревне Жевнево, в трех километрах от подмосковной станции Снегири, и уже тогда мне было горько уезжать в город. Много деревень я повидала с тех пор. У меня появился и свой дом под Переславлем-Залезским. И здесь, в Яропольцах, меня вновь окружают хорошие люди. У них, у тех, у этих, я училась сажать огород, косить, топить печь, солить огурцы. У них я училась быть сильной, смиренной, громко петь, тихо трудиться, отстаивать себя и прощать всех. Когда я выросла в автора, люди стали собираться в образы и начали говорить во мне. Это не документальные герои, это портреты, слагаемые из многих лиц и судеб. Это портреты моего народа. А вот как писалось повествование. Оно нанизывалось, как бусы на нить, с крупными камнями, камешками и замком, соединяющим все воедино. Сперва, будто крупные камни нанизались на нитку текста «Портреты судьбы», и они стали главами. Потом появились интерлюдии, маленькие камешки-архетипы, то, среди чего живут мои люди. Ведь песня, вода, дом, снега, костры, листва, птицы, простор, яблоки, простота, береза, дороги — это и есть наша страна. Эти интерлюдии легли между людьми, оказались на той же нитке, создав пространство. Оставалось найти замок для бус моей повести. А таким замком стал эпилог, последняя глава, где я, шестилетняя, узнаю, что живу в круглом уюте, где понимаю, что не только моя деревня, а вся страна вокруг населена родными людьми, которым я — своя, которые приласкают меня и отругают запросто, как свою. Которые защитят меня от беды и которых я готова защищать, как смогу, словом и делом. Потому что это мой народ. Это хорошие люди. Интерлюдия Песня Трудно человеку начинаться весной, А приходится, с изного, с самого начала приходится, потому как за зиму все поистратилось. Да и всему живому трудно. Вон ветка, каково ей холодами обветренной, шершавой, выпустить почку и родить лист. А птицы, те, что переголодали, а все же дожили до тепла, где только они силы взяли? Идешь по лесу, среди всех них, среди веток, птиц, и чувствуешь себя самым негодным. Они уже смогли, начались. Маленькие, но справились. Отряхнулись, зажили, уже поют. И только ты один, несуразный. Спросишь себя, чего тебе надо? И стыдно сказать, потому что ерунда это вроде. А надо тебе песню. Свою песню тебе надо. Станешь в памяти искать, чтобы хоть не громко, но спеть. Загадочная эта штука, песни человека. Сквозь столько времен прошли они к нам, русские эти песни. Припомнишь их, грустные все, протяжные. Зачем? Зачем они у нас такие? Их не убили революции. Даже пластиковые времена с ними не сладили. Ты идешь сейчас, сегодня. Вот они в кустах лежат, прозрачные пустые пластиковые предметы. А тебе нужна песня. И забрежет в голове что-то про ямщика, но не про того, что замерзал в степи. Нет, а про другого, что пел какую-то там унылую песню. И, сбиваясь, путаясь, зазвучит в голове. Дорога пылится слегка, и та-та-та по ровному полю разливается песнь ямщика. И столько грусти в той песне уныло, и чего-то в напеве одном, Что в груди моей, хладной, остылой, разгорелось сердце огнем. И от последних этих слов вспомнишь совсем другое, нынешнее. Шла я как-то в мае по задам чужой деревни, По узкой тропе вдоль щербатых заборов. Иду, слышу, поет кто-то. Все ближе, ближе. Огляделась. За забором на своем огороде Стоит, опершись на лопату, немолодая женщина. Вокруг грядки, половина уже вскопана, Земля сырая, черными комиями лежит, липкая. Видно, что копать трудно, А копать еще много надо. Стоит она там в сапогах, облепленных грязью, И поет. «Без меня тебе, любимый мой, Земля мала, как остров. Без меня тебе, любимый мой, Лететь с одним крылом». Она не видела меня. И пела широко, громко. Она пела о своем любимом непутевом мужике, Видать, бедовом пьянице. «Сколько раз спасала я тебя, Не могу, я больше не могу». Лицо ее было совершенно счастливое. Я замерла, боясь выдать себя. А человек пел свою песню. Ту, которая высказала его, Теперешнего, целиком. Ту, от которой сердце его разгоралось. Ушла я осторожно. Песня все удалялась, удалялась. Редко теперь увидишь поющего человека. Хотя, может, и раньше стеснялись люди. Вот с ямщиками оно понятно. Ямщики, они же и поют в голос, Потому что одни в своем пути. Им не зазорно перед людьми. Ничего, что протяжная она, наша песня. Она такая и нужна, Чтобы человек себя нашел. Как же ему иначе? Споет вот так, Протянет душу свою через песню. И душа станет легкая. Думая обо всем об этом, Пройдешь сквозь лес, Выйдешь в поле И пошагаешь, увязая в разгвазданной дороге. Глядя под ноги, Поймаешь в памяти обрывок И еще строчку, И еще. И запоешь. Вытри слезы, Отдохни немного, Я русская дорога. Отходи, А я тебя прикрою. Грязью да водою, Грязью да водою, Грязью да водою. И заплачешь счастливо. И начнешься. Грязью да водою, А я тебя прикрою. Продолжение следует...